Привет, друзья! Как вы поняли уже из заставки, в сегодняшнем выпуске я вам расскажу о работе для мужчин, где можно зарабатывать от 30 тысячи крон чистого и более. Поэтому усаживаемся поудобнее и смотрим эту вакансию. Итак, друзья, работа находится в городе Уничев. Это город находится в восточной части Чешской Республики в историческом регионе Моравия. Моравия расположена 22 километра к северу-западу от областного центра Аламовца. Население составляет примерно 11 500 человек. Итак, что это за работа, за которую платят так много денег? Это, друзья, металлургический комбинат Унекс. Акционерное общество Унекс возникло в 1949 году и представляет собой машиностроительно-металлургический комплекс. Со временем под влиянием растущих требований клиентов компания Унекс стала способна обеспечивать комплексный процесс производства от закупок материала до сварки, термообработки, механической обработки, контроля, дробеструйной обработки, нанесения лакокрасочных покрытий и транспортировки. На четырех заводах, расположенных в Уничеве, Аламовце и Словакии, компания производит стальные и чугунные отливки, паковки, заготовки, сварные конструкции и тяжелые металлоконструкции. Высокое качество продукции компании Унекс гарантируется соответствующим ноу-хау и наличием необходимых сертификатов, лицензий и разрешений. К наиболее важным документам относятся сертификаты в соответствии требованиям стандартов ИСА 9001, ИСА 14001 и ОХСАС 18001. Что делают конкретно на этом комбинате в городе Уничев? Значит, завод Уничев делает колесные экскаваторы и горно-шахтная техника, стальные детали весом до 120 тонн и длиной до 40 метров, стальные отливки весом от 5 килограмм и до 18 тонн, отливки из марганцевой стали, чугуна, шаровидным графитом и серого чугуна весом от 5 килограмм до 3,5 тонн, производства изделий методом резки и стандартных и специальных материалов. Сейчас же мы конкретно разберем, кого берут и кто требуется, на какие должности тоже на этом комбинате. Вакансии подходят для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдовы. Итак, первая должность, ребята, это шлифовщики металлоконструкций, можно без опыта работы, обучение происходит на месте, главное физическая подготовка и желание работать. Давайте посмотрим, что входит в обязанности шлифовщика. Субтитры создавал DimaTorzok Следующая должность, это формовщик. Можно также без опыта работы, обучение на месте, главное физическая подготовка и желание работать. Какие требования? Это ручное создание форм из песка, механическая выделка больших литых частей, в том числе создание основ. Опыт работы в металлургической промышленности будет, конечно, преимуществом. Ставка у формовщика стартует от 22 до 25 тысяч крон грубо в зависимости от навыков. Формовка обеспечивается на автоматических или полуавтоматических формовочных линиях или методом ручной формовки. Техническое оснащение стержневых цехов представлено станками Lampay, Shalco Chronix, использованием метода Hotbox, инжекторными станками и участком ручной обработки. Следующая должность – лакировщик. Также здесь можно без опыта работы. Смотрим, что туда входит. По желанию заказчика, в рамках предоставления комплексных услуг компания обеспечивает поверхностную обработку, которая включает в себя обезжирование, очистку и окончательную покраску. Лакокрасочное покрытие наносится в специальных лакокрасочных камерах или в цехах поверхностной обработки. Для нанесения алкокрасочных покрытий используется высоконапорное безвоздушное оборудование, L-LESS, низконапорное оборудование и обычные воздушные распылители. Стропальщики. Ставка от 22 тысяч крон до 27 тысяч крон губа в зависимости также от навыков. Также требуются крановщики. Ставка от 24 тысяч крон, но здесь требуются ребята только с опытом. Следующая должность – должность слесаря. Ставка от 22 тысяч крон до 27 тысяч крон в зависимости от навыков. Составление металлических конструкций, зачистка, выравнивание, подгонка, соединение болтами, клепкой, пайкой и сваркой. Требования от этих ребят – чтение чертежной документации, хорошее состояние, здоровье. В рамках механической обработки в компании выполняется токарная обработка, горизонтально-расточные операции, шлифование, фрезерные, свирельные и строгальные работы, строгание граней и долбление с использованием станков с классическим и числовым управлением из станков с ЧПУ. Токарная обработка выполняется до диаметра 2 метров и до длины 12 метров. Вертикальная токарная обработка выполняется до диаметра 12 метров и до высоты 4,5 метра. От диаметра свише 4 метров возможна нарезка внутренних и наружных зубьев. Фрезеровка выполняется на обычных и горизонтальных фрезах до длины деталей 18 метров и высоты до 2,5 метров. Кроме того, компания выполняет плоское и круглое шлифование на специальных станках или путем применения дополнительного оснащения для токарного станка. Переходим далее. Далее сварщик. Сварщик стальных конструкций. Нужен хотя бы минимальный опыт. Здесь нужно показать свои работы, что вы умеете варить. ЗП стартует от 30 тысяч крон грубого. Опыт работы нужен. Требуется знание метода сварки 135, МИГ и МАГ. Знание чертежной документации, умение нарезать пазы, шлицовка. Будет преимущество наличия сертификатов. Сразу выше стартует ставка. Но при комбинате есть школа сварщиков. Есть возможность бесплатно получить сертификат европейского образца. Сварка конструкции больших и малых размеров осуществляется до веса изделий 80 тонн и длиной 40 метров. С возможностью манипуляции деталей при сварке весом до 30 тонн. Компания проводит сварку столей как стандартного качества, так и сварку столей типа Bell Dogs и Hard Dogs. Далее у компании есть технологические возможности для сварки высоколигированной аустенитной стали и цветных металлов, включая алюминию. Применяется ручная и автоматическая сварка, а также сварка с помощью сварочного робота. В первую очередь для сварки узлов весом до 500 килограммов. В зависимости от применяемой технологии используются следующие методы ручной сварки E, MIG, MAK и TIG. Помимо ставки, которая стартует у каждого в зависимости от его навыков, для всех к заработной плате добавляются надбавки за результативность. Они составляют в среднем около 25-35%. То есть, грубо говоря, ставка плюс этот процент. Помимо этого, еще идет доплата за непрерывный режим. 15% от заработной платы сотрудника в зависимости от заработанного времени. То есть, нужно ходить регулярно и постоянно на работу, получаете этот бонус. Также сверхурочная работа, то есть, пресс-часы, дополнительные часы. По желанию, конечно, никто никого не заставляет. 30% от среднего заработка. Также включается доплата за работу в субботу и воскресенье. 35% от среднего заработка. Работа в государственный праздник. 100% от среднего заработка. Доплата за тяжелые условия труда. Около 10 крон в час. Доплата за работу в ночное время. То есть, ночная смена с 22.00 до 6 утра. Доплата 25 крон в час. Какой существует здесь график работы? Есть два варианта. Это либо по 8 часов в 3 смены, либо по 12 часов в 2 смены. Проживание от данного комбината абсолютно бесплатно. Смотрим видеообзор от наших ребят, которые там уже работают. Вот это кухня. Так. Вот это душ. Смотрим. с тобой сделать это комната помимо бесплатного жилья также на комбинате присутствует датированное питание обеды на заводе составляет 22 кроны кто не хочет кушать чешскую еду можете конечно носить свою еду есть комнаты приема пищи можно разогреть все это без проблем также все работники которые работают на предприятии уныx получает отпуск в 5 недель но и самое главное ребят есть бонусы очень приятные на заводе организованы бесплатные курс чешского языка для всех иностранцев то есть можно бесплатно реально выучить язык это очень огромный плюс и 2 бонус комбинат возвращает 5000 крон это консульский сбор который вы платите в посольствах своих стран в третью зарплату то есть вам комбинат компенсирует эти 5000 крон и так друзья что же нужно для оформления на эту работу первое под видео есть ссылка на группу в телеграме там же есть и контакты нужно написать туда второе мы вам отправляем анкету вы ее подробно заполняете полностью ваш опыт работы где вы работали в какой период и так далее мы ее отправляем работодателю на согласование ну и третье если вы подходите вас все устраивает мы запускаем процесс оформления документов сроки изготовления документов примерно от четырех до шести месяцев то есть вот момента подачи анкеты до момента приезда честь и да друзья не сказал же конечно самое главное самый популярный вопрос от вас какой же возраст подходит ответ очень простой никакой то есть ограничений нету здесь важен реально ваш опыт и умение если их нет то здесь вас научат если опять же есть желание и главное физическое здоровье ну что друзья на этом у меня все я надеюсь видео было для вас полезным поэтому поддержите пожалуйста своими лайками также не забудьте сделать репосты своим друзьям кому нужна работа в чехии это официальный работодатель никаких агентур только прямой работодатель также не забывайте подписываться на наш канал чтобы пропускать самые важные события и новые вакансии для тех кто еще не в чехии но мы уже увидимся с вами в следующих выпусках всем удачи до новых встреч пока пока